доброе утро дорогие телезрители продолжается утренний фир на телеканале птв сегодня 14 ноября свой профессиональный праздник отмечают все логопеды уникальные на самом деле специалисты которые помогают исправить все неточности произношения кстати были ли у тебя какие-то проблемы или недостатки в речи вот ты знаешь ну мы же про детство сейчас говорим мама всегда рассказывает о том что я научился говорить букву довольно таки быстро а вот с цепями у меня почему-то вот были проблемы а вот я наоборот я очень долго букву r не выговаривала у меня уже все мои младшие братья сестры все говорили а я уже там в первый класс и не говорила а как научилась тогда вопрос наверное на зло они меня я ходила и сама получалось я сейчас даже не скажу у меня получалось или ну мама называла меня ты моя французенка красотка но на самом деле вообще в таких случаях стоит довериться специалисту впрочем давай посмотрим сюжет и обо всем узнаем лебедушка топорик вилочка или восьмерка татьяна никитина логопед дефектолог знает о чем идет речь такие приспособления специалист использует для логопедического массажа эта методика с помощью которой можно преодолеть сложные речевые дефекты массаж бывает нескольких видов при аппаратном процедура выполняется с помощью массажера благодаря высокочастотным вибрациями и специальным насадкам происходит стимулирование и активизация мышц артикуляционного аппарата также есть ручной а еще зондовый логопедический массаж перед тем как начать использовать логопедические зонды я ребяток всегда знакомлюсь с ними то есть они их потрогали пощупали посмотрели такие логопедические зонды участвуют тоже в постановке и запуске речи активизации мышц артикуляционного аппарата нормализации тонуса органов артикуляции татьяна предана своей профессии уже 12 лет в начале практики к ней приходили дети которым нужно было исправить один два звука сейчас количество ребят увеличилось и проблемы стали глобальнее дети приходят не только с недостающими звуками а приходят уже не говорящие дети и причем не говорящие дети в пять лет и это очень очень так скажем очень серьезно то есть это влияет не только на речь но и также на психику детей причин здесь несколько одна из них педагогическая запущенность ребенка также негативное влияние гаджетов и в некоторых случаях родовая травма поэтому очень важно вовремя обратиться к специалисту о том когда и в каком возрасте нужно идти к логопеду сейчас узнаем рождается ребенок проходит несколько месяцев и ребенок начинает лепетать затем у него активная наступает стадия звукоподражания и году первые слова ребенок здоровый ребенок понимает обращенную речь откликается на речь мамы смотрит ей в глаза вот если этого всего нет году полутора годам то конечно нужно обратиться к специалисту к логопеду лучше к логопеду дефектологу кроме того важно найти квалифицированного специалиста если вы в течение трех месяцев посещаете логопеда и результата нет задумайтесь возможно вам следует обратиться к другому профессионалу также среди рекомендаций обязательное присутствие родителей посмотрите как логопед проводят занятия и постарайтесь те же самые техники усвоить запомнить спросить находиться в постоянном контакте с логопедом и уже все перенять домашние условия и дома также заниматься обратиться к логопеду можно в любом возрасте главное это желание там ходит мальчик 18 лет и он не говорит и он вот буквально скажем за несколько занятий свои 18 лет он первый раз произнес слово мама и это было так трогательно вы просто не представляете здесь только было слез и моих слез и слез мамы и у нас вот саша он настолько был счастлив и вот сейчас приходит на занятия мы мучаемся уже дальше продвигаемся то есть уже какие-то короткие фразовые словосочетания составляем то есть вот это вот это дорогого стоит это запоминается на всю жизнь вот это очень вообще до мурашек